Привет! В этом видео мы поговорим про очень важную и интересную концепцию «Ситуация. Инструкция. Результат». Вообще, всю психологию можно свести к этой концепции. Что за она, давайте разберемся. Итак, наша жизнь состоит из каких-то ситуаций, на которые реагирует наш мозг. Вы родились, для вашего мозга это какая-то ситуация. Единственная инструкция, которая у него есть, это орать. Именно это все мы и делали в первый день жизни. В результате прибежала мама, покормила, и мозг запомнил результат, который он получил в результате этой инструкции в этой ситуации. Стоит это повторить несколько раз, как эта модель поведения закрепляется у нас в голове в виде нейронных связей, которые, в свою очередь, превращаются в автоматизм. Вы открываете холодильник, а там закончилось молоко. Это какая-то ситуация для вашего мозга. Он моментально вам подсказывает инструкцию. Нужно будет заехать за молоком. Результат. На завтрак у вас будут вкусные хлопья с молоком, а не в сухомятку. Ситуация, инструкция, результат. Еще одна ситуация. 11 вечера, завтра на работу. Тут уже есть возможные инструкции. Можно было бы лечь спать, чтобы завтра встать на работу, или еще одна инструкция, позалипать пару часиков в инстаграм. В зависимости от выбранной вами инструкции, результат вы почувствуете на следующее утро. Либо один, либо другой. Итак, вся наша жизнь. Происходит какая-то ситуация. Мозг подсовывает нам инструкцию, которая превращается в действие, которая, в свою очередь, неизбежно приводит к некоему результату. И вот если посмотреть на нашу жизнь через эту простую формулу, то жизнь становится очень простой и управляемой, вроде бы, да? Оцениваем ситуацию, выбираем наилучшую инструкцию, превращаем ее в действие, получаем шикарные результаты. Вот вам инструкция к жизни. Пользуйтесь на здоровье. Но если бы все было так просто. Наш мозг сформировался в мире, где каждый день нужно принимать быстрые импульсивные решения, чтобы выживать. Поэтому прежде чем мы успеваем проанализировать ситуацию, подумать над вариантами поведения, мозг уже автоматически все придумал, совершил какие-то импульсивные действия и нам же самим объяснил, почему это было правильно. Сталкиваясь с последствиями, он ходит и ищет виноватых. Кто угодно, только не я. Постоянно говорю, что мозг это автоматический орган, и мы должны понимать механизмы его работы, чтобы взять его под контроль. И вот все эти автоматические, импульсивные, неэффективные инструкции формируются у нас в древних глубоких слоях мозга, так называемая подкорка. А кора, которая делает нас людьми, которые в состоянии проанализировать ситуацию, рассмотреть возможные альтернативные варианты поведения, те самые инструкции, это эволюционно очень новое приобретение. В нашей коре всего лишь 300 тысяч лет эволюции. Мозгу 250 миллионов. И вот эта наша кора, она думает очень медленно. Мой любимый пример. 63 умножить на 74. Давайте посчитаем. Чувствуете напряжение? То есть напрягать рациональную часть нашего мозга, нашу кору, действительно очень тяжело. И как правило, мозг соглашается думать рационально, только когда дело дошло до жесткого кризиса. Без всякой нейробиологии, что-то там прожаренного петуха было. Но если мы не научимся отслеживать наши автоматические реакции и позволим этой автоматической древней подкорке управлять нашей жизнью, то ни к чему хорошему это не приведет. Это то же самое, как ехать на машине в кресле водителя, но не держаться за руль. И удивляться, почему я постоянно врезаюсь, выезжаю на дорогу, то на поле, то в лес, то куда-то еще. Понимаете? В результате, когда происходит какая-то кризисная ситуация, мы не спрашиваем, что я хочу получить в результате, потому что это работа для нашей медленной рациональной коры. Вместо этого наша импульсивная подкорка сразу прыгает на вопрос, что делать? Муж изменяет, что делать? Ребенок плохо учится, что делать? Не могу найти себя, что делать? И так далее. Так вот, что делать? Неправильный вопрос. Правильный вопрос, что делать, чтобы что? Что я хочу получить в результате? Мы сначала должны ответить на вопрос, что я хочу получить в результате, и только тогда наш мозг сможет придумывать адекватную инструкцию, что мне делать, чтобы получить этот результат. Сначала назначение, а только потом маршрут к этому назначению. Мне очень нравятся древние японские поговорки. Вот одна из них звучит следующим образом. Ни один ветер не будет попутным для корабля, у которого нет цели. Они давно уже без всякой нейробиологии все это понимали. Хорошо, что же нам делать с этим автоматическим импульсивным мозгом. Правильно, его нужно замедлить. И самый простой способ, как мы уже говорили, это пописать. Когда мы пишем, мы не даем мозгу импульсивно прыгать с одной мысли на другую и заставляем его думать в таком же темпе, в котором мы пишем. Итак, достаем ручки и тетрадочки и пишем с красной строки. Всегда мечтал сказать эту фразу. Окей, мы прям записываем ситуация, двоеточие, и описываем свою ситуацию как можно более непредвзято, просто факты. Например, ситуация, сижу дома, накопилось много дел и нету сил ни на что. Вот она ситуация. Следующий блок, чувства. Прямо описываем на бумаге, что мы чувствуем по этому поводу. Таким образом мы помогаем коре увидеть, что там происходит в подкорке, для того, чтобы они пообщались. Например, чувства, двоеточие, я чувствую усталость, отчаяние и апатию. Следующий блок, импульсивная инструкция. Это то, что наша подкорка автоматически нам подсовывает. Например, импульсивная инструкция, позалипать в телефон. Прямо так и записываем. Импульсивная инструкция, двоеточие, позалипать в телефон. Если вы слышите это в себе. То есть, прежде чем мы действительно начали это делать, мы даем себе шанс дернуть стоп-кран и отследить, а что вообще нам этот мозг подсовывает. Следующий блок, результат. Что я получу в результате? Если у меня куча дел, а ближайшие два часа я потрачу на какой-нибудь тикток или инстаграм. Какой будет результат? Скорее всего, у меня будет чувство вины, еще меньше желания что-то делать, еще глубже уйду в свое чувство обвинения, в апатию. И так буду сидеть в инстаграме до трех часов ночи. На бумажке так и записываем прогноз, результат, который мы получим. Понимаете, что мы сделали? Замедлив свой мозг с помощью записей, мы позволили коре, медленной части мозга, подробно рассмотреть инструкцию, которая идет из-под корки и ужаснуться. И вот теперь мы видим, что самая первая инструкция вообще-то не очень эффективная. И вот тогда у нас включается поисковый инстинкт. Так а что мне тогда делать? То есть мозг готов придумывать другую инструкцию. Дальше, когда вы все это написали, это все можно подчеркнуть сплошной линией, чтобы визуально это отделить. И хотя бы на бумаге придумать более эффективную рациональную инструкцию. Например, вот что под этой чертой можно написать? Такая уже рациональная инструкция. Ну, допустим, выбрать одно из накопившихся дел, сфокусироваться на нем и довести его от начала до конца, не отвлекаясь. Просто пока что на бумаге. Мозг монозадачный. То есть нам нужно эту задачу без отвлечений увидеть перед собой. И вот эта инструкция, которую мы перед собой составляем, рациональная инструкция, должна быть настолько подробной, извините, как для дебила. Вот прям буквально. Пункт первый. Встать с кровати. Пункт второй. Прийти на кухню. Пункт третий. Открыть воду. Пункт четвертый. Отрегулировать напор и температуру воды. Пункт пятый. Взять в левую руку посуду, в правую руку губку. И так далее. Понимаете? Мы не сразу идем делать, потому что для мозга это неподъемная задача. Мы теоретически прокладываем этот маршрут. Или, например, достал ребенок. Пункт первый. Пять минут посидеть в одиночестве. Пункт второй. Прийти в комнату ребенка. Пункт третий. Сказать фразу, когда ты кричишь, я тебя не слышу. Пункт четвертый. Дождаться, пока ребенок перестанет кричать. Пункт пятый. Спокойно сказать, что от него нужно. Пункт шестой. Сказать, что будет, если он это сделает. Пункт седьмой. Сказать, что будет, если он этого не сделает. Пункт восьмой. Организовать последствия в зависимости от того, сделано то, что от него требовалось или нет. Это я вам просто примеры на вскидку привожу, как могла бы выглядеть рациональная инструкция. Ситуаций может быть огромное количество. И не всегда у нас получится сразу подобрать подходящую инструкцию. Рациональная инструкция не придет сама из космоса просто потому, что мы что-то пописали на бумажке. Но что мы делаем таким образом? Мы не даем мозгу прыгать в этот первый попавшийся вагончик. В первую импульсивную инструкцию. Где мы кричим, ругаемся, обижаемся и так далее. Это вот все те самые наши древние инструкции. Мы напрягаем наши рациональные нейронные связи, чтобы спокойно, медленно оценить ситуацию. И поискать у себя в голове, а есть ли у меня вообще эти другие варианты. Опять же, может быть, я увижу, что у меня нет рабочей инструкции. И тогда у меня появится инструкция поискать эту информацию в интернете, в книжке, на консультации психолога. Понимаете? Мы помогаем медленному рациональному мозгу найти медленную рациональную инструкцию. И вот когда мы замедлились, не сделали еще хуже с помощью своих древних эволюционных стратегий. Мы потратили время и усилия, и все-таки в результате нашли эту подходящую рабочую инструкцию, которая дает ожидаемый результат. Она теперь живет у нас в голове в виде тех самых нейронных связей. Это стало нашим опытом. Именно наборы рациональных инструкций под все возможные ситуации делают нас взрослыми, независимыми и самодостаточными людьми. Надеюсь, это понятно. Итак, еще раз в двух словах. Вся наша жизнь состоит из ситуаций. Задача нашего мозга автоматически, как можно быстрее и менее затратно подобрать инструкцию к этой ситуации, чтобы получить желаемый результат. Встроенные в нас быстрые импульсивные инструкции работали 10 тысяч лет назад в лесу, в дикой природе, в стаях. Сейчас они дают скорее негативные результаты. У нас выросла хоть слабенькая и медленная, но рациональная кора. И наша задача помочь мозгу послушать кору, а не подкорку. То есть придумать более адекватную рациональную инструкцию, которая даст нам лучший, более подходящий, адекватный результат. А не вот все, что подсовывает нам подкорка, которая тоже дает результаты, но не всегда хорошие. Для этого нам нужно замедлить мозг с помощью бумаги и ручки. Мы садимся и прям расписываем эту структуру. Ситуация. Факты о том, что происходило или происходит. Чувство. Что я чувствую в этой ситуации? Мы связываем кору с подкоркой. Импульсивная инструкция. Что мне выдает моя подкорка? Результат. Что будет, если я превращу эту импульсивную инструкцию в жизнь? Пишем. Читаем. Ужасаемся. И вот тут наш мозг готов к работе. Понимаете? Мы не сделали, мы на бумаге это все увидели. Подчеркиваем все это сплошной линией. И далее на бумаге описываем медленную рациональную инструкцию. Детализируя ее и доводя до максимально подробной. Прямо по пунктам. Встать, подойти, сказать, поискать, написать, позвонить и так далее. Надеюсь, складывается. Сразу скажу, это тяжелый и изнурительный процесс. Мозг будет сопротивляться всеми правдами и неправдами. Он сделает все, что угодно, чтобы вы не тратили энергию на вот эти энергозатратные процессы. Рациональное обдумывание ситуации. Но поймите, если вы не потратите эту энергию на придумывание рациональной инструкции, излишки этой энергии превратятся в ту самую тревожность. Мозгу нужно куда-то потратить это нервно-психическое напряжение. Вы два часа посидите в телефоне и зарасходуете весь свой дофамин на быстрые эти свайпы. Дофамин, который должен побуждать вас к действию. У вас не останется сил на конкретные действия, не останется времени. Будет только тревога, паника и отчаяние в голове. А потом еще уснуть и восстановиться не можем. Понимаете? То есть, с помощью этой техники мы прям берем мозг за ручку и говорим, вот сюда тратить энергию, вот об этом думать, вот сюда инвестировать время. Потому что вот там нас ждут результаты. По сути, таким образом мы берем контроль над этой машиной под названием мозг в свои руки. Иначе она будет врезаться и поездка будет не очень приятной. Надеюсь, складывается. Ниже, под этим видео, я оставлю небольшой PDF-шаблон, который вы можете использовать. Он довольно универсальный, но вы можете адаптировать это упражнение под себя, если это необходимо. Всегда говорю, не нужно адаптировать свою жизнь под упражнения, адаптируйте упражнения под свою жизнь. Ведь главное это результат, а не то, как правильно мы придерживались какой-то там инструкции. Я сам регулярно пользуюсь этой техникой и без преувеличения могу сказать, что именно она во многих моментах изменила мою жизнь в лучшую сторону. Пользуйтесь на здоровье с вопросами в Telegram и увидимся в следующем видео. Продолжение следует...